Здравствуйте. Вот сегодня пойдет речь о том, что до меня в свой год время доходило хуже всего в химии. Хуже всего это дело я понимал. Вот с этими самыми, с органической химией, с неорганической химией, там все понятно. А вот химия комплексных соединений, сейчас все поймете. Значит, был такой швейцарский химик Вернер, умер он в 1919 году, получив, успев получить Нобелевскую премию, нужно сказать. Нобелевскую премию он получил как раз за, ну, сказать, за открытие комплексных соединений, наверное, не совсем правильно, за работы по объяснению свойств комплексных соединений. Комплексные соединения, что это такое? Вот давайте так вот издалека пойдем. Как вот вообще развивается открытие необыкновенных вещей в химии? Вот смотрите. Есть у вас, например, металлический натрий. В руки брать лучше не надо, потому что может загореться, обожжетесь. И хлор, газообразное вообще вещество. Ясное дело, что ни хлор, ни натрий в пищу вроде неупотребимы. А вот их соединение натрий-хлор, о, прекрасная вещь. Соль поваренная. Ну, прекрасная в очень умеренных количествах, на самом деле. Понимаете, да? Никакими такими свойствами металлического натрия не обладает. Кристаллическое вещество, растворимое в воде, а хлор – это газ, а натрий – это металл. Вообще. Вообще ужас какой-то. Как понимать? Что к чему? Значит, тут вышли из положения следующим образом. Оказывается, атомы атома металла и атомы галогена хлора образуют совместные молекулы, потому что совместно владеют наружными своими электронами атомы натрия и хлора. Ну, в основном, хлор им владеет, честно говоря, в этой молекуле. Так, в скобках. Мне всегда почему-то обидно за натрий, поэтому я всегда об этом упоминаю. Вот. И поэтому вот такими необыкновенными свойствами обладают. Это, собственно говоря, краткое объяснение всей неорганической химии. Теперь, значит, так жили-жили люди с этим объяснением. Вдруг, бац, проблема. Вещество явно одного и тому же химического состава. То есть, молекула состоит из одних и тех же атомов. Один и тот же молекулярный вес. А вот температура кипения этой вот жидкости, да, этих углеводородов разная. Помните, такая была проблема? Решили проблему. Решил проблему так сказать, Бутлеров. Бутлеров решил проблему следующим образом. Это, говорит, все дело в том, что играет роль химическая структура вещества. То есть, вот, как это в пространстве химические связи, которые, ну, запросто можно палочками изобразить, например, да, как это все эти палочки, все это, так сказать, устроено, разложено, и получается некая такая вот пространственная модель молекулы. И вот, оказывается, из одних и тех же кирпичей можно построить самые разные дома, да, даже из одного и того же количества одних и тех же строительных деталей. Так, из одного и того же количества одних и тех же наборов, значит, атомов можно построить разные органические молекулы. Все разобрались, успокоились, и тут вдруг, бац, новая проблема. Появляются некие новые вещества, которые принято называть комплексными. Сначала ничего не предвещало ничего опасного. Ну, вот соединения какие-то такие, очень любопытные соединения, через точку вот так вот записано. Помните, так вот через точку записывались кристаллогидраты. Это когда какая-нибудь соль, соль какая-нибудь кристаллизуется, и в этом вот кристалле содержится наряду с молекулами соли, еще и молекулы воды. Они так вот все встраиваются. Молекулы воды работают как вот, знаете, вот некий связующий аппарат, так сказать, мостиковый кислород, там, к чему-то пристраиваются. Ну, вот так это кажется в голове. Тут такое продолжение, да, вот, кристаллогидрат всякий. А тут вот нечто похожее, кстати говоря, аммиак, аммиак, он чем-то похож на молекулы воды, он тоже очень любит присоединять к себе, скажем, протоны, вот, NH4 будет, аммоний, да, NH4 плюс это вот аммония, как есть H2, H3O плюс гидроксоний, так вот тут, значит, бывает аммоний, ну, вот такие вот прекрасные вот всякие соединения, вот такое, вот, платина хлор 4 и 6 NH3, и платина хлор 4 и 6 NH, и 4 NH3, да, вот два таких разных соединений, ничего не предвещает, ничего такого ужасного, и таких соединений очень много, все спокойно, хорошо, и тут вдруг начинаются проблемы, вот, растворили вот это вот соединение в воде, платина хлор 4 и 6 NH3, и многие другие, вот, вот, пожалуйста, и куча тут, так, я сейчас пропущу эту срочку, вот такие тоже, платина хлор 4 и только другое количество этих самых NH3, или, например, калий хлор с ним вместе, например, живет, и начинают это соединение, там же хлор есть, да, хлор можно осадить, как говорится, на него есть реактив, ионы хлора в растворе, который называется аргентом NO3, да, вот аргентом хлор выпадает осадок, и вот оказывается, что в разных такого рода соединениях, в растворах их, разное совершенно количество хлора удается осадить, вот вы понимаете, насколько это, насколько это скандальный результат, вот я вам сейчас покажу, вот представьте себе, есть у вас вода, да, вода, ничего не помнит она, вода, была она там, значит, с кем-то там закристаллизована вместе, ну и ладно, бог с ней, растворили, взяли вы эту воду, значит, растопили, рассмешали, с другой растворили, вдруг эта вода почему-то начинает помнить, с кем она была раньше дружна, с какой она молекулой была вместе где-то там закристаллизована, это невозможно совершенно, такого рода молекулярной памяти воды из области, скажем так, лженауки типичной, да, типичная лженаука, этому есть масса объяснений, потому что состояния возбужденные, молекул, живут крайне мало времени, то есть это все просто забудется моментально, да, это когда вот разного рода лжеученые рассказывают про то, как там, они там начинают рисовать, какой человек замечательный, как они понимают глубоко человека, там какая-то там информационная структура, и начинают учить правильно жизни, там продавать свои курсы, приглашать на учебу за большие деньги, обещать счастливую жизнь, там и так далее, да, вот, и они вот рассказывают, что это все связано с вот этой вот информационной подсистемой, с записью информации на молекулах воды, мы все состоим из воды, а вода-то ведь, все эти ее возбужденные состояния, на которых можно записать, очень короткоживущие, правда, вот мы записываем информацию на магнитных носителях, а вот эти вот состояния на магничных, они очень долгоживущие, поэтому все и помнится, да, поэтому они и помнят, а вода не может ничего запомнить, а тут получается, вот эта вот платина хлор-4, помнит, с кем вместе, с каким аммиаком вместе, она раньше была закристаллизована, это кошмар, то есть удается осадить почему-то разное количество хлора, вот смотрите, вот оказывается из молекулы платина хлор-4 на 6НН3 удается осадить весь хлор, а вот платина хлор-4 на 4НН3 удается осадить только половинку хлора, а вот если взять молекулку, например, вот такую, платина хлор-6 калий-2 получается, да, хлор вообще не удается осадить, вот почему так, как это понимать, и вот швейцарский химик Вернер создал очень смелую модель, вот представляете, работал он на стыке 19-20 веков, в то время, когда еще квантовая механика таким могучим познавательным аппаратом, могучим познавательным инструментом еще не была, не была она таким могучим познавательным инструментом, и вот мы тоже должны его славить и хвалить, как он так вот гениально догадался, гений, недаром он получил Нобелевскую премию, швейцарский химик Вернер, он придумал следующее, видите ли, в чем дело, молекула эта вот, получается какой-то чудной, она получается даже как и не молекулой, а есть некий такой вот комплекс, слоистый, как вот понимаете, как вот жемчужина, например, у жемчужины есть ядрышка и слои, вот внутренний слой, ядрышка, который собирается вокруг в данном случае атома платины, ну иона платины, можно сказать, атома платины, он, значит, вот этот внутренний слой, платина окружена несколькими легандами, так он говорит, леганды, ну слово такое, можете особенно его не запоминать, но ближайшими соседями, если вам больше нравится, ну вот в химии комплексных соединений принято вот такой термин использовать, леганды, нам ничего не остается, как смириться с этим и его использовать, честное слово, хотя проще было бы назвать ближайшие соседи, вот по какой-то причине эти ближайшие соседи начинают жить вместе, но мы-то знаем, ну некоторые из нас с вами, двоих, знают, что есть квантовая механика, которая все что угодно может объяснить, что вот такие вот решения у уравнения Шреддингера, что вот так вот уж получилось, вот так уж, извините, получилось, ну от этого никому не легче, тем более, что никто из нас, ни вы, ни я не собирается решать эти самые уравнения Шреддингера, вот, и даже не собирается даже пытаться это делать. Вот, вот такая вот ситуация. А тут вот запримечена такая вещь, что оказывается есть ближний круг, ближнее окружение, в котором, значит, не расстаются они, вот растворяясь. Получается такое комплексные ионы, называется, комплексные соединения. Вот посмотрите-ка, давайте повнимательнее посмотрим на эту картину, у меня картинка есть, на нее можно посмотреть. Значит, такая вот обычная, довернеровская форма записи соединений. Платина-хлор-4 на 6 и а на 3, пожалуйста, и платина-хлор-4 на 4 и а на 3. Как это надо понимать довернеровским образом? Ну, просто они так вот закристаллизовались. Платина-хлор-4, и она закристаллизовалась вместе с несколькими атомами, молекулами, простите, аммиака, да, Вот то с шестью, то с четырьмя. Ну вот такая-то разная она такая, да? И когда вот она растворяется почему-то, почему-то происходит следующее. Если растворяется платина хлор-4 на 6 NH3, то весь хлор можно выделить. Если растворяется платина хлор-4 на 4 NH3, то можно выделить только половинку хлора. Видите, как это объяснил Вернер? Квадратные скобочки, видите их? Вот платина NH3 на 6, платина на 6 аммиаков, да, вместе с шестью аммиаками, она в квадратных скобочках. Вот там они все вместе, они там вот как-то вот слились в такую вот шар, да, в такую вот структуру шаровую. Да, там такой вот шарик у них получился. Шаровая такая вот конструкция. Вот там они вот тихо, мирно и живут. А снаружи, в наружном слое хлор-4 бегает. Вот это, говорит, у него, понимаете, в чем дело? Почему так платина себя завела? У нее почему-то в этом соединении координационное число 6. Он окружен шестью ближайшими соседями, шестью легандами. И вот в этом соединении, в первом, которое наверху написано, платина хлор-4 на 6 аммиаков, вот все эти шесть ближайших соседей, это аммиаченки, NH3, значит, вот эти вот аммиаки. Вот. А снаружи хлор-4, поэтому весь хлор-4 при растворении, он превращается в хлор-минус, одетый в шубы из чебурашек, помните, молекул воды полярных, он, значит, скитается в растворе, встречается с аргентумом НО-3, с аргентумом, плюс встречается тоже в чебурашущих шубах, они бросаются в объятия друг друга, сливаются в этих объятиях и падают в осадок в виде хлопьев белых, да, вот так вот. А в другом соединении, там, где аммиака поменьше, то все четыре аммиаченки вот в этом, в ближний круг входят, а оставшиеся два свободных места занимает хлор, два хлора. Видите, как там получилось в этих квадратных скобках? Там было шесть мест, на четыре места претендовал аммиак, а эти два места нельзя не заполнять, это как съемки новогодней программы на телевидении, да, нельзя, чтобы были свободные места в зале, их обязательно надо заполнить, пока не заполнят, не начнем, да, вот, вот так вот. Как это так? Новогодние программы, вдруг пустые места, должно быть все занято. Так и здесь, как это так? Так, ближнее окружение платины, даже громко боюсь сказать это слово, и вдруг там пустые места, этого не может быть. То есть хлор, да, пусть этот хлор вонючий, садись, сиди вот здесь, вот смотри. Вот так вот, он попал в ближний круг, ближнее окружение, уже ни с какими аргентумами он не имеет дела, это уже вот такой вот шар плавает, вот. Вот так вот получилось. Дальше больше надо сказать, что вот это вот, я уж немножко даже забегаю вперед, еще одна проблема была. При растворении, да, ну ладно там, значит, не весь хлор оседает, непонятно, кстати, почему, при растворении проводимость, как себя вела, проводимость, скажем, зависит от того, сколько ионов, на сколько частей, на сколько заряженных частиц распалась диссоциирующая молекула, да. Чем больше этих распавшихся частиц, тем больше проводимости, в принципе говоря, да. Хотя еще проводимость зависит от подвижности, да. Большая частица медленно движется, маленькая быстро движется. Но вот тут оказалось то же самое. Вот это вот проводимость первого вещества, от которого отщепляется 4 относительно проворных хлора, превышает проводимость того, от которого отщепляется только 2 хлора, да, вот так вот. А то, что в скобочках квадратных, оно вот несет заряд. Значит, плюс 4 в первом случае, плюс 2 во втором. Ну, такие тяжелые, малоподвижные ионы, мало влияющие на проводимость. Вот так вот, ну, вот так уж получается, как говорится. Вот такое сногсшибательное открытие. В чем, собственно говоря, природа этих координационных связей? Ну, как вам сказать? Тут все мои объяснения будут на уровне, ну, чистых фантазий, хотел сказать. Но не совсем так. На уровне неких наглядных представлений, связанных со структурой атомов. Вот помните, мы говорили с вами про атомы, да? У них есть электронные оболочки. У этих оболочек, простите, есть... Они состоят из подуровня, из электронных облаков. Разные электронные облака. С, П, Д, Ф и так далее. И вот у таких сложных, тяжелых металлов, у которых много есть тяжелых, не только в смысле массы самих атомов, но и тяжелых в смысле большого количества разнообразных электронных оболочек, у них есть много таких вот торчащих гантелей электронных облаков, да? Представляете, это вот атом не просто вот шар, да, а такой вот сложно структурированный, да? Вот мы смотрим на него, на эти электронные облака, и как будто вот наш мысленный взор проницает через них, да? И мы там видим разные облака, шаровые, потом вот эти вытянутые гантели. Это представляете, как вот такой вот, как сказать-то вот, шар, из которого торчат гвозди, да? Или, так сказать, морской еж такой, знаете, вот шарообразный, из которого торчат шипы в разные стороны. Вот эти вот шипы, это как раз, или гвозди, это как раз и есть те самые, вот эти вот электронные орбитали вытянутые, или форма облаков. Электронные орбитали, я очень не люблю это слово, оно напоминает мне орбиту. Никаких орбит у электронов в атоме нет. Это такая, есть, так сказать, Боровская модель атома, модель Резерфорда Бора, скажем так, в которой есть орбиты, по которым, как планеты в Солнечной системе, движутся электроны в атоме. Нет там никаких орбит, там есть вот такие вот некие облака электронные, облака вероятности. Ну так вот, и вот между этими шипами, вот этого вот ежа, платины, или железа, кстати говоря, кобальт, хром, вот такие вот вещества, золото, да, золото тоже, такие вот вещества имеют, значит, вот тенденцию к комплексному образованию. И это очень важно. Оказывается, такое замечательное вещество, как железо, вот за счет этих вот гвоздей, шипов, я не знаю как, за счет этих вытянутых электронных облаков, может, не вступая в химическую реакцию, создавать некое подобие комплексного соединения с кислородом. Вот он вот ассоциирует с собой ближнего соседа, легандом, заводит себе в качестве леганда молекулу О2, молекулу кислорода. И вот за счет этого-то вот железа мы все с вами живем, мы все с вами покрываемся румянцем, когда нам скажут что-нибудь резкое, да, потому что кровь приливает к лицу, вот, и... А кровь красная, потому что в ней железо, в гемоглобине. А железо в гемоглобине как раз потому, что оно может таким образом аккуратно, не вступая в химическую реакцию, захватывать кислород. Представляете, как это важно, да, как это важно, очень здорово устроено. Я не устаю повторять вот эту информацию, но повторение информации должна не надоедать, а должна становиться привычной, да, Что вот у нас кровь красная, потому что в ней железо используется, есть кровь зеленая, потому что в ней используется хром, и есть кровь голубая, потому что у других животных голубая, у, например, осьминогов, у моллюсков, у которых используется кобальт, а хром у, так сказать, крабов, да, вот. К сожалению, мне ничего не известно про платиновую кровь или золотую кровь. Я не совсем, ну, уверен, то, что отсутствие животных с платиновой или золотой кровью обусловлено только тем, что платина и золото, в общем-то, чрезвычайно редкие металлы, гораздо более редкие, чем вот эти вот хром, кобальт и железо, да. Вот, связано ли это с этим, и, кстати, это прекрасный повод для некоего, ну, так сказать, фантазирования, как это, научно-фантастический рассказ я привык называть, а сейчас почему-то говорят фэнтези, да, но говорят фэнтези, это совсем не то, что научно-фантастический рассказ, совсем другое. Ну, вот некая фантастика, скажем так, в которой можно придумать создание существ, у которых платиновая кровь, да, кому-нибудь главному герою меняют кровь на платиновую, представляете, как здорово. У него, значит, может, оттенок какой-нибудь становится платиновый, да, у крови такая вот, как ртуть льется кровь, представляете. Для кинематографа это самое то было бы. Кстати, идея замечательная, надо бы ее в наших лекциях было бы экранизировать, но вот, к сожалению, пускать платиновую кровь как-то вот не хочется, да. Ну, вот, вот в чем дело. Так, ну, это я вам два соединения показал из четырех, вот еще два. Те, где два, и наш три прикрепилось, и там, где прикрепилось два калихлора. Вот, как бы, вот совместно с ними они были закристаллизованы. Вот как. Тут те же самые шесть в ближайшем окружении, шесть мест свободных есть, и вот они все шесть мест заняты. В первом случае это вообще такой шарик, который вообще не является электролитом, он не диссоциирует. То есть его ионная проводимость просто отсутствует. Вот платина NH3 дважды на хлор-4, это вот такой вот не диссоциирующий шарик. Между вот этими вот шипами платины так хорошо разместились его шесть легандов, шесть близких соседов, соседей. Вот, значит, два благородных аммиака и четыре вот этих вот противно вонючих хлора, да. А вот в калий-2, там где он с двумя калиями хлорами был связан, там вообще плохо. Там вообще нет ни одного аммиака, и все шесть мест заняла платина. Занял хлор рядом с платиной. Вот платина хлор-6, это вот внутреннее вот это такое вот ядро этого соединения. Ну, а калий-2, тот может, значит, от него отцепляться, диссоциировать, уходить в раствор, там вот создавать проводимость, все такое прочее. Это все-таки электролит. А в первом случае вообще удивительное, да, вещество. Правда, удивительно, как здорово получилось. Вот, ну, я вам весь этот рассказ рассказывал на примере соединения платина. Почему-то мне так вот захотелось. То ли наиболее наглядно, такой набор очень большой, широкий, да. Но вообще-то, говоря, соединения комплексные образуют не только, значит, металлы, вот такие вот, о которых я вам уже говорил. А комплексные соединения и вот эти вот леганды, которые занимаются работой, бывают самые разные. Есть вот такой вот аксалат, да, аксалатный, аксалатовый леганд, что ли, да, вот такой вот, да. Видите, это по принципу конструктора собрана такая вот молекула из чего-то, из остатков, наверное, угольной кислоты, да. И вот концы, если ее свести вместе и между этими концами поставить атом металла, то как раз и будет там вот такая вот органическо-комплексная некая молекула. Вот гораздо интереснее. Тут вам и аммиак, и CH2, и вот буква М обозначает металл, да, вот такое вот колечко. Металлоорганическое соединение мы называли, помните? Так вот, оказывается, это металлоорганическое соединение, кроме всего прочего, еще и комплексное оказывается, да. То есть это вот такой вот комплексный, комплексный образователь, да, органический. Вот. Насколько это все оказалось важно. Так, ну что, на эту тему есть картинки. Есть картинки, очень хорошие и простые, которые заключаются в следующем. Если в предыдущем примере с платины, там была так называемая четырехвалентная платина, да, платина хлор-4. А вот вам пример с двухвалентной платиной. Вот эта вот двухвалентная платина, у нее уже координационное число не так, как было в предыдущий раз 6, а координационное число 4. Координационное число – это количество мест в ближней зоне, количество мест между вот этими вот шипами, между электронными облаками, электронными выступами, если хотите, в которых могут размещаться гости. Ближний круг, леганды их называют. Вот гостей там в комплексных соединениях называют легандами. Вот у такого вот иона, платина-2+, у него вот в таком вот состоянии эвалентном, то есть соответствующее возбуждение у него должно быть, у него вот количество вот этих вот мест в ближнем круге 4. Координационное число 4. Вот. Два, две аммиачинки и два хлора туда, значит, прикрепились. Вот, пожалуйста. Вот. А может, тут есть тоже и то же явление похожее. Изомерия, оказывается, есть, да? Помните, мы говорили про изомеры органических соединений. В силу того, что молекула сложная, ее можно, значит, по-разному построить. Так вот, есть изомерия и комплексных ионов, да? Вот такое состояние, когда два хлора по одну сторону, ну, назовем его по аналогии с таким видом изомерии, цис-изомерии, да? Так называют цис, когда вот два, так сказать, навеска с одной стороны, цис, да? Ну, тут ион-аш-3 с одной стороны, по другую сторону, вернее. А это вот транс, когда они по-разному, да, транс, да? То есть вот так вот, так сказать, кросс-транс-пересечение. Вот как получилось. Вот, вот такое вот дело. Значит, по поводу координационных чисел, да? Это очень вопрос размещения, размещения легандов, да? И вот это вот размещение легандов, ну, очень легко иллюстрируется с помощью каких-то объемных картинок. Мы не видим действительности, конечно, этих электронных облаков. Я помните, говорил, мы проникаем туда мысленным взором. То есть настоящих электронных облаков, естественно, мы увидеть не можем в принципе, потому что размеры атомов не позволяют видеть его в видимом свете. А в том свете, в котором его можно было бы увидеть, тот свет его просто разрушит. Тот свет, да? Нет, свет такой высокой частоты, то есть маленькой длины волны. Вот, он его разрушит. Ну что, давайте посмотрим на простенькие такие геометрические иллюстрации. Вот геометрические иллюстрации. Это некая, значит, иллюстрация, к слову, какой-то комплексообразователь имеет, значит, координационное число 2. То есть в ближней своей вот этой координационной сфере он может содержать 2 леганда, 2 легандов. Вот они, 2 леганда, 2 точки, 2 точки, соединенные друг от дружки, отделенные длинной палочкой. Вот на концах этой палочки вроде как вот должны находиться, так сказать, места для легандов, да? Вот имейте, это, значит, места для легандов. Вот я долго-долго вам показывал палочку, да, такую. А вот квадратик, это, значит, координационное число 4. Но вот с координационным числом 4 уже интересней. Если для двух там выборов нет, палочка, она и есть палочка, да? То для 4 есть выбор. Оказывается, квадрат, квадрат, то есть, ну, скажем так, что такое квадрат, это значит четырехугольник, да? Четырехугольник. Так вот, четырехугольник, это не обязательно плоская фигура. Поняли? Вот одну из вершин четырехугольника можно поднять над плоскостью, в которой лежат остальные 3. Ну, возьмите лист бумаги, вот они, три угла лежат на столе, можете их там как-то чем-то прикрепить, прижать, а четвертый приподняли, да? Вот, пожалуйста. Углы на местах, вот они, стороны прямые, все, но не лежат в одной плоскости, да? Так вот, в случае четырех вот можно поставить не только в вершинах вот какого-то вот, ну, квадрата, скажем, да? Чтобы было все симметрично, хорошо, но и в вершинах октаэдра. Октаэдр, значит, четырехгранная такая, значит, объемная фигура, да? Многогранник. Многогранник, имеющий четыре грани, вот он. А в вершинах этого многогранника, вот, пожалуйста, могут располагаться леганды. Не надо путать эту ситуацию, скажем, с тетраэдрическими молекулами метана. Там совсем другая, там совсем другая природа этих самых связей. Там просто химические связи, перекрытие электронных облаков. А здесь как раз электронные облака не перекрываются, просто вот в этих вот гнездышке свиты между этими, так сказать, выступами. Вот. О, еще одна картина. Это сколько что-то интересно? Это шесть. Это называется число шесть. Вот такая вот фигура. Как бы две пирамиды четырехугольные друг с другом, соединенные, значит, квадратным основанием. Вот это вот для легандов, для, вернее, так сказать, координационной сферы. Вот так называется, да? То есть места для ближних друзей. Вот четыре, так сказать, шесть мест здесь, да? Вот две лежат в плоскости, и две над ними. Значит, одно под плоскостью подвешено, другое над плоскостью. Мы похожие картинки с вами тоже видели, рассуждая о сложных молекулах, да? Вот там у нас были такие молекулы, похожие структуры в области, так сказать, соединения фосфора, да? Помните, всякие там сложные были фосфорные кислоты, вот, многофосфорные такие вот. Но это все совсем другое. Там было это связано с химическими связями, с некой такой вот изомерии химических связей, как построить. А это места для публики, места для публики. Вот у одного и того же атома в разных, скажем так, зарядовых состояниях могут быть разное количество мест на наружной оболочке. Вот на примере платины, ну вот мы с вами убедились, у платины четырехвалентные, у нее, значит, вот в четырехвалентном состоянии у нее шесть мест, а в двухвалентном всего четыре. Вот так вот. Кстати говоря, вот эту вот картинку еще по-другому просто нарисовать можно, вот эту вот картинку, да? Ну вот просто вот квадратик и перпендикулярно ему еще вот два места для легандов. Ну это так, дело вкуса, как нарисовать, правда? Дело вкуса, как нарисовать. Вот. Сама по себе химия комплексных соединений весьма и весьма важна. Хотя бы уже потому, что комплексные соединения, ну, я сказал, что мы с вами жизнью обязаны, что румянцам, играющим у нас на щеках, мы обязаны именно вот этому вот свойству такому атомов комплекса образования. Да, кстати, атомы железа тоже у комплекса образуют, там комплексные соединения есть, широкий спектр, да? Вот они в крови у нас, в гемоглобине работают именно как вот координационные, обладатели вот этих вот координационных оболочек, которые могут поместить, если мы им позволим, атом кислорода, которым мы дышим. Да, это очень важно. Значит, для индустрии, для горнодобычи, да, вот были у нас, значит, соединения хлора, платина, простите, также то же самое бывает с соединениями золота. А каково, представляете, представьте себе, добывать, скажем, золото сильно рассеянное, да? Вот хорошо добывать, это называется гидрометаллургия, такое вот слово, да? Слышали, наверное, слова такие электрометаллургии, что сразу приходит в голову? Электричеством плавит металл, да? А что такое гидрометаллургия? Что, водой, что ли, плавит металл? Нет, металл плодой не плавит, а гидрометаллургия вообще с плавлением металла непосредственно не связана. Это значит, с помощью воды в твердом состоянии выделяют самородный металл по разнице, скажем так, плотностей, значит, вот как промывка золота идет, знаете, да? Песок, в котором есть некоторое ничтожное достаточное количество золота, ну, скажем, один грамм на тонн, но это уже прилично. Его промывают водой, в строе воды. Вода уносит легкие песчинки, легкие песчинки, это значит, песчинки, обычные песчинки, состоящие из окиси кремния, CO2, 2-окиси кремния, и, соответственно, всякие там примеси, которые там попадают, разные там железо иногда там бывает, песочки, цвет его определяет. Вот. А тяжелый золотой песок остается на дне. Или платиновый, платиновый песочек, вот эти вот самородки, содержащие золото, серебро, платину. Вот они вот остаются при промывке. Это называется гидрометаллургия. Ну, а представляете себе, откуда вообще эти возникли золотые месторождения? Есть так называемые коренные породы. Коренные породы. Это кварц. Кварц, а в нем жилки, прожилки, а в этих прожилках золото, скажем. И вот кварц медленно-медленно, тысячелетиями разрушается, превращается в мелкий песочек, его несет вода, и вот эти частички золота тоже вода уносит. Вода уносит не только вот эти заметные, ну, или едва заметные глазу частички золота, но и совсем незаметные чешуйки такие. Вот меня в детстве очень, ну, как сказать, поражала такая информация, что в год река Амур уносит, безвозвратно уносит, значит, в море несколько тонн золота. Ну, в таком виде, который совершенно неизвлекаемый, то есть он несет его в воде, да, внутри своей воды, вот, в толще воды. Мельчайшие-мельчайшие чешуйки, которые на дно не оседают и, соответственно, не образуют вот этих вот рассыпных месторождений, да. Как обычно рассыпные месторожения образуют, поток воды несет, золото вместе с песком, и где-то, значит, у него оседает, да. Вот когда весной ручьи тащат по асфальту, значит, частички песка, и вот там, значит, в местах, где медленно, так сказать, разливается ручей, медленно течет, там образуется такое вот осадочное место. Такое всегда весной, вот, когда ручьи хочется, и отправляться куда-то добывать золото, да, вот всегда, вот, думаю, вот так вот золото и образуется, золотые россыпи. Правда, это не за одну весной образуется, а за тысячи, и многие тысячи, это весен, вот, накапливаются золотые месторождения, вот. А вот эти чешуйки их уносят, вот эти вот тонны, они не могут осесть. То есть, знаете, тонны золота уносит амур в океан. Так вот, такого рода золото, оно есть и в коренной породе, которую никакая долбежка, в смысле, вот, дробление, не поможет выделить. При промывке его унесет. Можно сколько угодно дробить, да. Как извлечь это золото? А в некоторых ведь месторождениях, ну, дело это, конечно, достаточно секретное, сколько в каком месторождении вообще золото. И вообще геология наук очень секретная. Вот, открою вам такую тайну, которую вы можете открыть сами в любом ленинградско-петербургском справочнике. Там есть музей геологоразведки, да. И вот там есть телефон музея, и можем туда попытаться прийти или там напроситься к ним на экскурсию по телефону. А вам скажут, что музей секретный. И туда только по допускам пускают в этот музей, представляете, вот как вот. Вот, геологический музей. То есть вся эта информация о том, где что лежит, она по понятным причинам секретная. Даже, и даже, так сказать, музей секретный, про геологоразведку оказывается. Ну так вот. И вот эти комплексные соединения золота, образование комплексных соединений золота с цианистыми всякими соединениями позволяет извлекать вот такое вообще неизвлекаемое золото. То есть вот извлечь его путем промывки, там, дорабление его нельзя, его унесет вода. Только заставив его вступить в химическое соединение. А потом уже химическое соединение, ну, химик он отделит, да, и оно отделяется. Вот таком вот раствором уже уходит в нужное место, и там осаждается, где нужно, где положено, где следует осаждается, да. И золото забирают куда следует, да, на переработку. Вот как интересно. То есть вот этой вот химии золота мы обязаны значительной частью добытого человечеством золота. А в старое время золото ведь очень неэффективно добывалось, особенно в Древнем Риме. Впору хоть в местах древнеримской добычи создавать золотые прииски. Знаете, как они, например, в Испании золото добывали? У Испании берега крутые, там, да, так сказать, берег крут. Вот. И были там золотые залежи когда-то в эпоху римского владычества за залежи коренной породы. Они эту породу долбили. Ну, не они, конечно, а их рабы долбили эту породу. Пускали на них струю воды. Ну, то есть приходилось воду откуда-то поднимать или отводить какой-нибудь ручей или речку. Эта вода, значит, что это дело, значит, бурлила, бучила, значит, и промывка шла следующим диким совершенно образом. Вода обрушилась с большой высоты и, значит, падала вот эта промывная вода на сложную, вот эта с большой высоты, такая, так сказать, шахта около берега, заполненная ветвями деревьев вместе с листвой. И вот на ветвях деревьев и на листве оседают частицы золота. Ну, ничтожные части оседают. Остальное уходит в море. И вот у берегов Испании, где-нибудь там в песке на дне моря, там вот эти вот золотые залежи, которые организовали там древние римляне. А потом они эти листья доставали, сжигали и уже выделяли отсюда золото. Вот такой был варварский способ. Причем изобрели его римляне, ну или те, у кого они позаимствовали, глядя на, знаете, на что? Глядя на руно. Знаете, что такое руно? Это вот когда берут овцу, состригают с нее всю шерсть. А шерсть у овец, близко к корням волос, шерстинки слеплены друг с другом жиром. Ланолин называется такой жир. Еще в годы моего детства был ланолиновый крем. Сейчас этот ланолин тоже в косметике используется, но вот не называют ланолиновый крем, да? Слишком дешево и просто, а что-нибудь еще намешают, чтобы подороже взять. Это я уж по-стариковски ворчу, не обращайте на меня внимания. Вот. И, значит, вот такое вот руно называется. Вот так вот состригли, как шкура получается, но не шкура, а просто вот так сострижено. И вот это вот руно изнутри покрытое жиром. Его был такой способ добычи, помещают в ручей золотоносный. Вода течет мимо него. Несет вместе с собой частички золота, чешуйки мельчайшие. Эти чешуйки и частички прилипают к жиру. Вот остается только потом достать это руно, золотое руно. Помните, вот это вот и есть золотое руно. Ну и глядя на это вот руно, на такой способ добычи, римляне придумали. Говорят, давайте, сколько нам овец-то, где мы возьмем в Испании, вам напасем с такого количества овец. И дорого руно-то, да? Шерсть все-таки. Вот ветки рубите, туда складывайте, и будет к ним золото прилипать. Ну вот придумали, надо же, как и. Дикий, конечно, способ, варварский. Ну вот, а швейцарский химик Вернер сумел объяснить, как его заменить гуманным, правильным методом. Правда, при нем используется в этом методе, для получения золота из породы, используется анистый калий. Достаточно ядовитое тоже вещество. Ну вот, признательно вам весьма за то, что вы нас слушаете.